Вы смотрите Первый Мэтищенский в студии Андрей Колосов. Здравствуйте! Начнем выпуск. Перспективы развития общественных кладбищ и обустройства путей подъезда к местам захоронения обсудили сегодня на оперативном совещании. Всего на территории Мэтищ 8 действующих кладбищ. Помимо этого чиновники рассмотрели вопросы реализации президентской программы социальной газификации в нашем муниципалитете. О текущем состоянии дел в сюжете нашего корреспондента Татьяны Горностаевой. Социальная газификация – это первый вопрос, который обсудили на оперативном совещании под председательством первого заместителя главы округа. Олег Сотник отметил, что это важный президентский проект. 92 населенных пункта в Мэтищах участвуют в этой программе. В 42 населенных пунктах работы по доведению газа уже завершены. План выполнили на 50%. Информирование происходит на постоянной основе. Осуществляются такие темы, как подать заявку, как подготовить свое домовладение к пуску газа. Размещены контактные данные специализированных организаций для выполнения работ по устойчивости темы отопления, вентиляции в доме. Население проинформировано о планах на ближайшее время по газификации того или иного населенного пункта. О предоставлении льгот и социальной газификации. Малообеспеченные семьи городского округа, а также пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно провести газ в дом. Закон о соответствующих мерах поддержки приняла Московская областная дума. Работы по подключению газового оборудования и объектов капитального строительства к сетям, проектированию газопровода жители данной категории не оплачивают. Спасибо всем людям, газовщикам, всем, кто занимается этим вопросом. Все-таки мы выдерживаем в городском округе такой нормальный темп и думаем, что мы все те сроки, которые поручили нам выполнить эту работу, мы справимся. Поэтому надеемся, что те люди, которые имеют желание получать своевременно газ, это значительно повышает комфорт жизни. Второй вопрос оперативного совещания – содержание устройства общественных кладбищ. С докладом выступил заместитель главы Иван Харьков. На территории городского округа Мытища Московской области расположено 20 общественных кладбищ в общей площади 80 тысяч гектаров. Из них 8 открыты для свободного захоронения и 12 являются закрытыми. На закрытых кладбищах производится подзахоронение существующей могилы и захоронение урн с прахом. 14 кладбищ городского округа соответствуют региональному стандарту. По двум ведутся судебные процессы по признанию права муниципальной собственности. Эти кладбища находятся в поселке Марфино и деревне Юдина. По четырем кладбищам в населенных пунктах – Пироговске, Голенищево, Никола Прозорова, Юрьево – проводятся мероприятия по оформлению земельных участков в пользовании муниципалитета. Такая работа важная, необходимая. Мы стараемся и наши коллеги делать много для того, чтобы содержание кладбищ было на достойном уровне. Да, ведется большая работа в этом направлении. Необходимо увеличивать площади, потому что уже исчерпываются наши возможности. Работа эта администрация ведется. Надеемся, что все вопросы мы решим. Оперативное совещание завершилось на позитивной ноте. Врачам Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера вручили заслуженные награды. Почетной грамотой президента удостоен главный врач Сергей Смердин. За самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, сопряженных с риском для жизни, государственной наградой Российской Федерации, Орденом Пироговым, наградили Александра Бугненкова и Андрея Удовитченко. Подробнее о том, как попасть в программу и сколько стоит провести газ, смотрите в рубрике «Актуальное интервью» после выпуска новостей. 5573 вызова принято по номеру 112 за прошедшую неделю. Треть звонков пришлось на сферу здравоохранения. Днем и ночью на страже здоровья горожан работают 23 бригады скорой помощи. Несчастный случай с летальным исходом произошел на железнодорожных путях. В последний день июня на станции Мытищи обнаружен обезглавленный труп неизвестного мужчины. На вид примерно 25 лет. Причина смерти – наезд электропоезда. Документов у погибшего не оказалось, личность пока не установлена. В этот же день на Пироговском шоссе сгорел рейсовый автобус. 30.06.22 в 5.56 возгорание движения пассажирского автобуса ПАС, маршрут номер 10 Мытищи Пушкина, без пассажиров. На Пироговском шоссе напротив входа в Пироговский лесопарк. Движение в область. Автобус принадлежит МОС Трансавта, город Красногорск. Выгорел по всей площади 14 квадратных метров. Ликвидация последствий пожара 6.30 без пострадавших. И еще один инцидент произошел 30 июня. Шесть человек пострадало в результате падения лифта в офисном здании по адресу улицы Карла Маркса, дом 4. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В пожарную службу было передано 97 сообщений о происшествиях. За минувшую неделю в результате возгорания на улице 2-я Институтская погиб мужчина. Больше всего огнеборцы выезжали на тушение мусора. Всего за отчетный период совершено 35 выездов по сообщениям о пожарах. В полдень 27 июня в деревне Терпигорьево загорелся частный дом. Огонь охватил около 50 квадратных метров. К вечеру пожар удалось потушить. А далее о том, что еще сегодня в выпуске. Главный исламский праздник состоится уже в эту субботу. Подготовка к нему идет полным ходом. Чистота, безопасность и самое главное – санитарные условия. Мытищинцы хотят пониженную ставку по оплате налогов и за отопление. Со своими проблемами они обратились к главе округа. И бывает так, что пропускают тот момент, когда необходимо это сообщить. Спастись от жары любым способом. Самый простой – купание в фонтане. Вот только безопасно ли это? Фонтан – это украшение города, а не место для развлечения. И еще о происшествиях. Сотрудниками наркоконтроля мытищинской полиции задержан мужчина, которого подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ. 39-летнего жителя округа взяли под стражу в результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на улице Центральной поселка Пирогова. В ходе обыска по месту проживания гражданина обнаружены изъятый пластмассовый контейнер с упаковочным материалом, а также 13 полимерных пакетов с порошкообразным веществом общим весом более 16 килограммов. По результатам химического исследования установлено, что содержимое 10 пакетов является производным наркотического средства мифедрон общей массой более 10 килограммов. Остальная часть изъятого порошка направлена на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Нарушителю грозит срок до 20 лет лишения свободы. И к другим темам. В Мытищах завершается подготовка к празднованию Курбан-Байрама. Главный праздник исламского календаря мусульмане всего мира отметят уже 9 июля. Центральной площадкой проведения молитвы станет стадион-строитель. После чего мусульмане, соблюдая традиции, смогут совершить обряд жертвоприношения. Где это можно сделать, подробнее в нашем сюжете. Белые, черные, рыжие. Потолще и постройнее. Разношерстная бараньестада расположилась в деревне Бородино в 10 минутах от города. На протяжении нескольких лет в преддверии празднования Курбан-Байрама на эту площадку стекаются мусульмане со всего города, чтобы купить животное для ритуального жертвоприношения. До одного из самых главных мусульманских праздников остается чуть меньше недели. Поэтому, внимание, каждая деталь и самая пристальная. Чистота, безопасность и самое главное – санитарные условия. Пока бараны отдыхают и ждут Курбан, их можно приобрести заранее. Но и день в день обещают, что бараны будут. Есть и место для заклания, где будут работать имамы, чтобы все прошло по канонам. Непосредственно вот здесь происходит заклание животного. Потом тушка животного вешается на данную балку. Далее происходит резка и разделка животного. Также мы с вами видим фонарь для дезинфекции. Далее мясо животного выдается его владельцу. По мусульманской традиции мясо животного делят на несколько частей. Одну, как правило, оставляют себе, другую часть ставят на стол для близких, а третью отдают всем нуждающимся. Убериться в соблюдении требований экологической безопасности, санитарных условиях и наличии документов на животных могли представители ветеринарной службы. Особое внимание контрольная делегация уделила учету баранов. На счету каждый ягненок. Законом у нас утверждено обязательное мечение животных. Мечение животных может осуществляться как чипом. То есть это введение подкожного чипа в область шеи. И ветеринарная служба может считать этот чип специальными сканерами. И для наилучшей визуализации это вешают бирку на ушки. И тот, и другой метод на сегодняшний день считается актуальным. На сегодняшний день в нашем округе существует лишь одна официальная точка для ритуального заклания. Но есть предприниматели, которые намеренно избегают регистрации своей площадки. Как результат – полное отсутствие документов и антисанитария. Я думаю, что санитарные условия, во-первых, не подходят. Это раз. Во-вторых, как мы видели, коллеги сказали, то животные будут помещены на карантин. Так как мы не знаем, каким мясом будут питаться наши умма, наши братья-мусульмане. Праздник Урбан-Байрам считается временем полного единения с Всевышним. В этот период мусульмане советуют совершать как можно больше благих деяний и радовать близких. Алина Савыш, Петр Зитковский, Первый Матищинский. Девять горожан обратились со своими проблемами к главе округа. Такие встречи с жителями Юлия Купецкая проводит каждую неделю. На личном приеме обсуждали вопросы понижения ставки налогообложения на апартаменты, разбирались в расчетах оплаты за отопление и оформление земельных участков. В ходе приема глава детально рассмотрела проблемы жителей и разъясняла гражданам последовательность их решений. Подробности в материале Татьяны Горностаевой. Первыми на встречу с главой округа пришли жители апартаментов, которые находятся рядом с торговым комплексом «Красный Кит». Уже несколько лет они пытаются решить вопрос с налогообложением. Нас на протяжении двух лет интересует вопрос завышенной ставки налогообложения, подчеркиваю, завышенной в размере 2%, который сегодня на нас накладывает как огромное обременение. Апартаменты сложно отличить от квартир. Похоже, планировки, метраж, отделка. Однако в первом случае это не жилые помещения, во втором – жилые. Соответственно, и налоги на апартаменты нужно платить как на коммерческие помещения, то есть существенно больше. У вас в настоящий момент не жилые помещения. Поэтому мы с вами можем рассматривать только юридическую составляющую этого вопроса. Если вы хотите установить иной факт, то, пожалуйста, установлением этого факта занимается суд. Юлия Павлова проживает по улице Силикатной и представляет интересы жителей своего дома. Мы, тищенцы, не согласны с теми счетами, которые выставляет теплосеть. Эти вопросы они задали и Юлии Купецкой. О том, что необоснованно выставляются счета, о том, что нарушена работа инженерных коммуникаций, именно что касается теплосети, и завышенные тарифы. В течение года жители пытались решить эти проблемы. На приеме у главы появилась возможность лично задать вопросы представителям организации «Мытищинская теплосеть» и выяснить все нюансы. У нас очень много людей, которые, скажем так, в какой-то момент им сложно сориентироваться, там, пенсионного возраста, там, люди, ну, скажем так, любого человека, который проживает наш дом, и бывает так, что пропускают тот момент, когда необходимо это сообщить, потому что кто-то оплачивает по старинке, ходит с квитанциями, отдает, и их тоже большое очень количество. И, к сожалению, потом у людей получается таким образом, что, скажем так, они в какой-то момент не успели подать вот эти показания, им начинают начислять по средней. С Мособулыирц ЖКХ встречу проведем. Все еще раз разъясним, чтобы всем все было понятно. На встречу с Юлией Купецкой пришли ветераны старейшего завода кабельной промышленности с предложением увековечить память основателя предприятия Теодора Максовича Орловича. Мы пришли от имени ветеранов АКБ КП и от АКБ КП, от ветеранов АКБ с заявлением о присвоении бывшему нашему директору, организатору АКБ Орловичу звание почета гражданина Матевича. Инициативная группа по этому вопросу уже обращалась в администрацию городского округа и получила ответ о том, что присвоение звания почетного гражданина невозможно сделать посмертным. Поступило предложение назвать одну из улиц имени Морловича. Мы подготовим проект решений, потому что без внесения изменений в положение решить его невозможно. Ну, то есть у нас четко написано присваивается только просить живым. Поэтому нам нужно будет предусмотреть, как это предписать, да, и чтобы это все-таки было исключение, а не правило. После этого мы документ направляем на согласование в прокуратуру. Если никаких замечаний нет, уже дальше выносим на совет депутатов. Фаина Сычева задала вопрос Юлии Олеговне по поводу переселения из аварийного дома на железнодорожном переулке 4. Эта история тянется с 2017 года. За это время пять семей переехали в новые квартиры. А две так и не могут дождаться своей очереди. Крыша течет, сливные колодцы не работают, все проваливается, вода зимой перемерзает. Ремонт приезжали, они посмотрели и сказали, что мы даже трогать ничего не будем, ваш дом аварийный, все такое трухлявое, что кое-как там залатали, вот месяц сидим без воды, потом месяц ждем, пока отморозится. Такая ситуация. Все это продолжается с 2017 года. На сегодняшний день у нас с вами вариант следующий. Это должно происходить за счет средств инвестора-застройщика. И это те обязательства, которые у него предусмотрены в заговоре. Что нам говорят действующие законодательства? Нам говорят, в том случае, если дом признан аварийным, и нет иного жилого помещения у членов-собственников семьи, то есть ни у вас, ни у ваших родных и близких, с которыми с вами проживают, на время до решения вопроса на постоянной основе мы можем предложить переселение в маневренный жилой фонд. Однако проживание в маневренном жилом фонде не устраивает жителей. Поэтому приняли решение еще раз обсудить вопрос и пригласить на встречу инвестора-застройщика, чтобы найти выход из этой ситуации. Татьяна Горностаева, Петр Дзятковский, Первый Мытищинский. До 2023 года все социально значимые услуги будут доступны жителям Итищ в онлайн-формате. Подмосковье уже оказывают в проактивном режиме десятки мер поддержки, то есть без подачи заявлений и ожидания в очередях. Это выплаты при рождении ребенка, компенсация затрат на школьную форму, выдача удостоверения многодетным и многое другое. В числе популярных – оформление компенсации за коммунальные услуги. В Подмосковье ее получают 2 миллиона человек и ежегодное число увеличивается на 60 тысяч. С апреля этого года услуга стала автоматической. С начала июля в таком же режиме началась выдача социальных проездных карт. Всего в Подмосковье 380 региональных и муниципальных услуг. Самые востребованные – выписки из домовой книги, запись в школу, к врачу и так далее. Продолжаем выпуск. Одной из популярных точек притяжения в городе не только для детей, но и взрослых в жаркие дни становятся фонтаны. Некоторые к этому делу подходят серьезно, надевают купальные костюмы и отправляются в парк. Таким образом спасаются от духоты и зноя. Но все ли так безобидно? Какую опасность кроет в себе это развлечение, расскажет Анна Смирнова. Чем только не занимаются дети вблизи и на фонтанах. И купаются, и развлекаются, и пьют даже воду. Но только мало кто понимает, что фонтан – это украшение города, а не место для развлечения. Фонтаны – это не что иное, как элементы благоустройства города. Они придают зонам отдыха или общественным пространствам особый эстетический вид, увлажняют воздух, красиво освещают территорию в вечернее время, но никак не предназначены для купания. С этим согласны многие жители округа. Мы с ребятами не купаемся. Мы просто стоим у водички, брызги немножечко, попрохладнее, чтобы было, чисто вот ветерочек. Мы с ребятами не купаемся. Мы считаем, что это в рамках летнего клуба не очень безопасно. Фонтан очень опасен. И струи тоже, потому что один раз я играла, и мне струя попала в лицо, и я подхлебнулась. Надо быть осторожным с фонтаном. Мне очень сильно струя в ухо ударила. Я очень плохо сейчас слышу. К тому же вода в фонтане обновляется редко и тем более не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым, к примеру, для бассейнов, предназначенных для купания. Случайное заглатывание воды может быть во время купания ребёнка в фонтане. И это может привести к тому, что возникнет инфекция энтеровирусная, ротовирусная. Советами медиков не стоит пренебрегать, несмотря на изнуряющую жару. Важно помнить, что плюс 30 не повод подвергать себя и своих детей травматизму и инфекциям. В фонтане купаются не только взрослые и дети, но также и птицы, и даже собаки. Как следствие, вода ещё более грязная, почти болотного цвета. Из-за высокой температуры воздуха в ней не только размножаются микроорганизмы, но и скапливается городская пыль, листья и ветки деревьев, а также прочий мусор. Так что после отдыха у фонтана обязательно мойте руки. Анна Смирнова, Андрей Капустин, Первый Матищинский. Сегодня у трудоголиков праздник. И нет, это не выходной день для тех, кто не готов променять работу на отдых в кругу семьи или друзей. Людей, которые сосредоточены на показателях, продвижении и карьерном росте ежегодно становятся больше. Среди жителей России 68% считают себя трудоголиками, а более половины из них никогда не отключаются от рабочих чатов и почты. Анна Смирнова узнала, какая ситуация в Матищах, пообщалась с горожанами и их мнение в нашем опросе. Вы трудоголик? Я, да. У меня вот. А на ваш взгляд, это качество, оно плохое или оно наоборот полезное? Оно полезное, но если в меру, если с умом подходить, потому что с этим можно, во-первых, переборщить, можно выгореть. Если уметь все-таки пользоваться там и тайм-менеджментом, и как-то распределять там свои обязанности, то я думаю, это только на пользу пойдет и себе, и всем. Нет, я пенсионер. В какой-то степени хороший все-таки. Ну, надо отдыхать уметь тоже. Конечно, хороший, надо же работать. Много и упорно. Ну, да. В принципе, считаю, потому что я каждый день работаю. Я думаю, что это хорошее. Люди, которые живут в Москве и в Подмосковье, это просто люди-трудоголики по умолчанию, потому что здесь очень смыты границы рабочего времени. Трудоголика? Ну, в какие-то моменты, конечно. Конечно, да, а иногда нет. Вот сейчас я с детьми, но у меня отпуск, конечно, хорошее качество. Работать надо. Вот у меня, видите, какая ответственность. Одного прокормить, второго. Нет, надо, конечно, работать, да. Я сейчас не работаю, я мама в декрете, но я учусь на юридическом факультете, учу английский, занимаюсь спортом, ребенком, мужем, поэтому я считаю себя трудоголиком. В меру трудоголизм должен быть. Человек должен восстанавливаться, восполнять свою энергию, и находить силы нужно и на отдых в том числе. С утра до вечера работаю. С 14 лет работаю. Да, да. И вот до сих пор без выходных почти каждый день. Редко-редко выходные бывают. Но я люблю трудиться, мне нравится это. Движение – это жизнь. Ну да, наверное, в какой-то степени мы считаем себя трудоголиками. Потому что любим поработать, ну и отдохнуть любим. Вон, приехали к вам в отпуск. Это какое-то стремление, и вообще движение – это жизнь. Вы считаете трудоголиком? Да. Сколько дней в неделю вы трудитесь? Бывает пять, бывает семь. Угнетает. То есть, а как с этим бороться, на ваш взгляд? Не работать. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды и актуальное интервью по теме социальной газификации. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. Подписывайтесь на наши социальные сети и следите за жизнью телеканала в Телеграм-аккаунте. До встречи в эфире и всего вам доброго. Как в Мытищах реализуется программа «Социальная газификация»? В Мытищинском городском округе в программу «Социальная газификация» попали 85 населенных пунктов. На сегодняшний день в 42-х газификация закончена. Продолжаем, работаем, движемся вперед. На сегодняшний день более 200 семей завершили социальную газификацию. Мы произвели пуст газового оборудования, и наши жители оценили преимущество «Голубого топлива». Сколько километров газопровода уже проведено? Начало программы в Мытищинском городском округе нами построено более 20 километров газопроводов. Какие условия для проведения бесплатного газа на участок? Первонаперво дом должен находиться в границах населенного пункта. Если дом попадает в границы населенного пункта, мы берем свидетельство о собственности и подаем заявление на социальную газификацию. Кто может участвовать в этой программе? Если требования удовлетворены, о которых я сказала выше, то необходимо подать заявку, которую примут во многих местах. Можно ее подать электронно, через личный кабинет заявителя, можно подать непосредственно у нас в офисе, можно подать в МФЦ, через портал госуслуг. Есть единый портал газификации. То есть, многими способами можно подать заявку, и обо всех этих способах написано на нашем сайте mosobelgas.ru, на который можно зайти и ознакомиться с перечнем мест, откуда можно подать заявку. Могут ли подключить газ жители СНТ? Жители СНТ на текущий момент подключаются следующим образом. Если СНТ находится в границах населенного пункта, то бесплатная догазификация позволяет довести до границ СНТ, а дальнейший газопровод внутри СНТ разводится уже за счет желающих подключить газ в этом СНТ. Сколько стоит провести газ к дому? Социальная газификация предусматривает бесплатное подведение газопроводов до границ земельного участка. Это значит, от уличного газопровода до вашего забора газопровод будет проложен за средства государства. Внутри участка уже стоимость определяется характеристикой дома, характеристикой участка, протяженностью газопровода, его диаметром и необходимым давлением. Наш филиал проводит догазификацию большого количества населенных пунктов. Мы охватываем весь север Московской области, но только по Мытищинскому городскому округу в этом году мы догазифицируем еще 42 населенных пункта. Хотелось бы сказать нашим зрителям о том, что заявки на социальную газификацию можно подавать в любой момент, не только до начала строительства, либо во время строительства, когда они видят, что в деревню уже пришли строительные бригады, но и по завершению стройки можно подать заявки любым способом, о котором мы говорили раньше. Какая обратная связь от жителей? Мы открыты любым контактом, поэтому у нас есть как вопросы от наших жителей, на которые мы стараемся ответить оперативно, так и, конечно, благодарности. Благодарности и нашим сотрудникам, и президенту, который эту программу начал реализовывать. И для того, чтобы жители могли легко к нам обращаться, у нас созданы телеграм-каналы, в том числе в Матищинском городском округе, то есть по всем городским округам у нас есть телеграм-каналы, в которые наши жители могут задать вопросы, и наши специалисты оперативно на них ответят. В Московской области реализуется президентский проект социальной газификации. Газ до границ вашего участка будет проведен бесплатно. До 2023 года Мособлгаз подключит к газу 300 тысяч жителей, 2830 населенных пунктов. Для участия в программе нужно, чтобы ваш дом соответствовал всего двум критериям. В вашем населенном пункте должен быть действующий газопровод. Ваш дом должен быть зарегистрирован. Газификация Московской области производится по четко сформированному графику. Посмотреть сроки проведения газификации и оставить заявку на заключение комплексного договора на выполнение работ внутри участка можно на сайте Мособлгаза. Если вы хотите подключить газ по программе социальной газификации, зайдите на страницу программы на сайте Мособлгаз и нажмите кнопку «Подключить газ». Найдите на карте свой населенный пункт или впишите адрес в строку поиска. Заполните заявку на комплексный договор. Наши специалисты свяжутся с вами в течение 10 дней. Рассчитать стоимость работ внутри участка можно в онлайн-калькуляторе. При помощи интерактивной карты вы можете следить за статусом проводимых работ, ознакомиться с фотоотчетами. Социальная газификация Подмосковья.